Всем привет! С вами Диана Суворова. Сегодняшнее видео о новинках и находках бюджетной косметики. Я обожаю снимать видео на эту тему. И если вы тоже любите, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. И давайте покажу, что будет в сегодняшнем видео. Очень интересная коллекция Also Tokyo вышла у бренда Mark. И сегодня я как раз буду ее тестировать. Там есть новые румяна, подводки, магнитные тени, что, конечно, очень интересно и интригует. И также база под макияж. Будут новинки от Luxe Visage, кое-что будет от Glam Bee. В общем, будет очень интересно. Поэтому давайте сразу пересходить к макияжу. По традиции я начинаю макияж с бровей. Сейчас вот уложила воском брови Анастасия Байорли Хиллс и все жду. Когда же кто-то из бюджетных брендов изобретет что-то похожее на этот воск, какой-нибудь гель с сильной фиксацией. Все еще жду. Пока еще никто. Но зато вот классные, интересные продукты я для бровей нашла у Glam Bee. Это маркер. Вообще у Glam Bee вся линейка сейчас обновилась. Думаю, что будет отдельный обзор по этим новинкам, потому что много чего нового появилось. Но есть продукты, которые были в старой коллекции, но появились в новой упаковке. Например, вот такой вот голубой. Это маркер для бровей. Очень классная штука. Супер тонкий маркер. Он похож на подводку с тонкой кисточкой. И он не для глаз, а для бровей. Кстати, им можно рисовать еще и веснушки. У меня в оттенке 03. Очень тоненький и рисует реально вот тоненькие волоски там, где их надо. Прям вот точечно. Так что если вы любите эффект пушистых ресниц, бровей, как сейчас модно, то присмотритесь к такому бюджетному варианту. Очень классный маркер. И сейчас вот в более таком интересном дизайне. В общем, рисует практически тоненькие-тоненькие бровинки. И еще один карандаш мне понравился от Glam Bee. Это Brow Pencil. Такой вот тоненький. Он с маленькой щеточкой. Очень тонкий. У меня тоже, кстати, в оттенке 03. И, в принципе, он тоже очень-очень тонко. И так, вы знаете, деликатно рисует брови там, где нужно. Думаю, что полный обзор на Glam Bee будет тоже в ближайшем будущем. Надо все там основательно попробовать. И вот знаете, как я люблю необычную косметику. И сегодня буду делать макияж необычными тенями. И это магнитные тени. Чего у нас только не было. Магнитная тушь, магнитные ресницы. Вот сейчас уже магнитные тени. Эти тени от Марк, от бренда Avon. И они часть коллекции, японской коллекции, которая только вышла у Avon. Она называется Also Tokyo. Эта коллекция была разработана в коллаборации с молодой японской художницей, которую зовут Канако Сасаки. Я, кстати, зашла к ней в Instagram и посмотрела ее работы. У нее очень интересный и такой, знаете, аутентичный, запоминающийся стиль. В работах она художница. Очень красивые у нее абстрактные работы. Я видела, что она сотрудничала и с дизайнерами одежды. И теперь вот сотрудничает с Avon. И разработала для бренда Марк очень интересную коллекцию японскую. Как раз вот здесь можно наблюдать ее работы. Вот здесь на румянах как раз вот абстрактная такая вот работа. Картина. Очень интересная. Зайдите, посмотрите на ее Instagram. Очень мне понравился. И коллекция получилась необычная. Здесь румяна, магнитные тени. Очень интересные лайнеры, подводки разноцветные. Я это тоже обожаю. И база под макияж. Вся коллекция уже доступна на сайте MyAvonUA. Или же через представителей. Очень быстрая доставка в течение трех дней. И новинки действительно прикольные. В общем, начну я сегодня, наверное, с таких вот магнитных теней. В чем их особенность, скажем так. Это рассыпчатые тени. Вот такие вот они красивые внутри. Немножко рельефные. И я так понимаю, что формула у этих теней как раз вот содержит магниты. На донышке тоже расположены магниты, которые притягивают тени. И это рассыпчатые тени, которые не высыпаются, когда вы их переворачиваете. То есть это очень такая прикольная упаковка. Я уже, кстати, видела в других брендах похожие тени. Но никогда я их не пробовала, к сожалению. Вот сегодня как раз их попробую. В общем, если провести по ним пальцам. Или, не знаю, случайно их там задеть и повредить вот этот рисунок. Они потом обратно формируются вот в такие волны. Очень прикольно. И в коллекции четыре оттенка. Сейчас держу серый красивый оттенок. Голубой. Очень тоже такой насыщенный. Красивый. Но мне больше всего понравились яркие оттенки. Вот этот красный просто невероятный оттенок. Который, мне кажется, красиво будет подчеркивать голубые глаза. И красивый бронзовый. Тоже такой золотисто-бронзовый. Я вот его тоже сегодня интегрирую. В общем, макияж глаз сегодня будет достаточно яркий. Я сейчас нанесла базу по тени. В принципе, под такие рассыпчатые пигменты нужна какая-то липкая база, консилер. И светлым оттенком теней просто прохожусь под бровью и во внутреннем уголке глаза. Я думаю, что макияж сегодня будет у меня очень яркий. Потому что я хочу использовать вот такой вот бронзовый оттенок. Лоской кистью я набираю пигмент. Кстати, на кисточку даже набирается. Не знаю, сейчас я вам покажу. Видите, такими полосочками. И остатки я просто стряхиваю обратно. И они приклеиваются обратно к дну. И если перевернуть, то ничего не высыпается. Ух ты, какой красивый оттенок. Он такой, я бы сказала, осенний макияж. Вот осенние листики такие вот реально мне напоминает. И он очень пигментированный. Вообще просто. Нанесла и начинаю сразу растушевывать. Он реально такой сатиновый металлик. То есть в нем нет какого-то, каких-то крупных блесток. С таким цветом мои голубые глаза становятся прям, знаете, еще ярче. И думаю, что по центру глаза я нанесу еще немножко вот такого красного оттенка. Чтобы уже все по максимуму использовать. С такими пигментами, конечно же, могут быть осыпания. У меня здесь они тоже есть. Поэтому крашу сначала глаза, а потом буду делать макияж лица. Буду делать стрелки. У меня здесь на выбор аж три лайнера. Это тоже коллекция Also Tokyo от Mark. Это разноцветные лайнеры. Во-первых, спасибо большое за треугольную форму. Потому что это очень удобно. Я обожаю треугольную и квадратную упаковку. Потому что если положить ее на стол, она никуда не укатится. Это просто прекрасно. Это лайнеры с тонкими кисточками на конках. Я просто обожаю, когда бренды делают вот такие вот лайнеры. Тоненькие кисточки, не фетровые. Именно с ворсинками. Они рисуют просто идеально стрелки. Плюс ко всему они очень стойкие. В коллекции есть красивый огненно-красный оттенок. Темно-темно-синий. Просто такой, знаете, угольно-синий. И, конечно же, черный. Я думаю, что я буду использовать синий лайнер. Этот лайнер насыщенно глубокого синего цвета. Знаете, такой просто неви-блю. Отлично рисует очень тоненькие линии. Финиш у подводок матовый. Что, конечно же, тоже очень круто. Посмотрите, какой красивый, насыщенный синий цвет. Просто индиго. Мне очень нравится, как он смотрится с этим оттенком. Мне кажется, просто идеально. Синие, голубые, матовые, бархатные стрелки смотрятся просто идеально. Но почему бы не нарисовать еще и двойную стрелку? Поэтому хочу добавить красный цвет. Вот здесь вот, наверное, во внутреннем уголке глаза. Чуть-чуть вот красного поверх тени. Если будет, конечно, видно, потому что оттенки практически сливаются. Хотя, да, видно. Чуть-чуть такая вот красная, красная ниточка такая. Ресницы, я думаю, будут черные. Сегодня новинка, которую я еще тоже не пробовала. Это новая тушь от Luxe Visage. Мне кажется, Luxe Visage всегда интересные новинки в плане туши. XXL их самая известная тушь. У меня здесь новая тушь, которая называется Арабская ночь. Panoramic Lift. Объем, подкручивание. Есть еще, кстати, другая версия, более объемная. Щеточка. Сейчас покажу щеточку поближе. Вот такая вот она, не силиконовая, немножко изогнутая. И вы знаете, так много продукта наносится на тушь. Просто нужно ее даже аккуратно вот так вот, мне кажется, промокнуть. Потому что очень много продукта. Не знаю, наверное, ресницы будут до бровей. Сейчас посмотрим. И сегодня будет еще одна новинка от Luxe Visage. Это тональный крем новый, который я уже, не знаю, несколько недель использую. Мне он очень нравится. Тоже расскажу о нем чуть позже. А пока накрашу ресницы. Получается прям супер объемные ресницы. Потому что продукта много на щеточке. И, в общем, такая она, знаете, скользкая, что я уронила щеточку. И вся, в общем, измазалась сейчас. Так что буду пока оттирать. И посмотрим, как будут ресницы сегодня держаться. Я буду, конечно же, переходить к макияжу лица. И у Марк также появился в коллекции Усу Токио праймер. Это увлажняющий праймер, прозрачный. С маленькими золотыми частичками. Праймер увлажняющий прежде всего. Он похож на прозрачный гель. И эти маленькие частички, в принципе, даже слегка видно на лице. Но какого-то эффекта хайлайтера, конечно, они не дают. Очень такой приятный охлаждающий гель на лице. Просто как такая вот водичка. Как будто бы воду наношу на лицо. И заодно подготавливаю лицо к тональному крему. Через какое-то время, кстати, праймер чуть-чуть подсыхает. И даже матирует лицо. Вот я сейчас на себя смотрю. Абсолютно заматированное лицо. Я буду наносить сверху этого праймера. Новый тональный крем тоже от Люкс Лизаж. Который я уже использую несколько недель. Он называется Skin Evolution. У меня оттенок 25. Очень прикольный, бюджетный тональный крем. Он стоит около 90 гривен. На мейкапе есть. Кстати, на все, что я сегодня показываю, ссылки будут внизу. И это Soft Matte Blur Effect. То есть это тональный крем с легким, таким вот сатиновым, матовым эффектом. Я думаю, что он подойдет и для комбинированной, и для жирной кожи. В принципе, как и для нормальной. Потому что эффект у него не наглухоматовый. Он легкий по своей текстуре, по своему покрытию тоже легкий. И мне он понравился. И оттенок 25, в принципе, тоже мне прям хорошо подходит. Он с легкой такой вот розовинкой. И мне нравится, что он дает на лице натуральный эффект. Знаете, такой эффект вроде бы и лицо выровненное. Вроде бы на нем ничего и нет. Он очень легкий, его можно наслаивать. И на лице его реально не видно. Очень красиво смотрится. В общем, это один из тех тональных, которые мне нравятся. Не дает какую-то прям липкость на лице. Он усаживается и становится сатиновым. Мне он очень нравится. Реально его не видно. Можно наслаивать. Но тем не менее, даже проглядывается кожа. Видно и румянец, какие-то веснушки, пигментные пятна. То есть, ну, как бы кожа кажется живой. Но тем не менее, выровненная. Прям вот, не знаю, классная находка. Все мне в нем очень нравится. Сейчас, когда я уже нанесла тон, я обычно заканчиваю макияж глаз и наношу тени на нижнее веко. Мне кажется, что когда нижнее веко оформлено, то макияж кажется более таким законченным. Глаз кажется больше. Даже если вы посмотрите на один и на второй, то разница точно есть. Поэтому наносите хотя бы чуть-чуть тени обязательно на нижнее веко, чтобы его увеличить и обозначить. Огромный тренд это румяна. И румян сейчас много не бывает. Если раньше я ими пренебрегала, потому что считала, что мне и так достаточно своего естественного румянца, то это, в общем, недостаточно для сегодняшних реалий. Румян наносит много, обильно, практически по всему лицу. Вот знаете, как был дрейпинг, но теперь румяна наносит высоко и практически к вискам. И за счет этого получается лифтинг эффект. Мне, в принципе, нравится, но с этим легко переборщить. Я буду тоже наносить сегодня румяна. Это румяна из коллекции Oso Tokyo. Это последний продукт из коллекции. Вышло у них три оттенка. И это необычный румяна, потому что это румяна, совмещенный с хайлайтером. То есть, такой мультипродукт. Можно нанести отдельно хайлайтер, можно отдельно румяна. А можно нанести все вместе и получить такой вот модный эффект шиммерных румян. Что, в принципе, сейчас тоже очень популярно. Эти румяна в удобной картонной упаковке. Мне, кстати, очень нравятся. Они оформлены как раз вот этой картиной. Одной из картин японской художницы. У них есть зеркальце. Они на магнитике. Очень удобно все открывается. И три оттенка. Есть коралловый оттенок. Есть вот такой вот красивый, насыщенный бэйби пинг. И очень-очень яркий, практически малиновый. Такой оттенок, мне кажется, такой азиатский красный. Думаю, что я нанесу в такой технике, что кисточкой смешаю от хайлайтера в сторону румян. Ну, чтобы не запачкать хайлайтер, мне кажется, так будет логично. Румяна очень пигментированные. С ними нужно быть аккуратной. Потому что можно реально переборщить. Поэтому чуть-чуть забиваю на руку. И уже видно, что румяна становятся такие, знаете, как хайлайтер. Вот, и нанесу немножко, смотрите, уже прям переливается у меня тут все очень красиво. Реально, румяна хайлайтер. И наношу вот таким вот образом высоко. Сразу сигнал в космос. Чистой стороной просто немножко растушую. Очень пигментированный оттенок. И сразу и хайлайтер, и румяна получились. И кисточкой с тоном можно немножко убрать интенсивность. Если вдруг вам кажется, вы нанесли слишком много, возьмите ту кисточку, которой наносили тон и пройдитесь. Этот же хайлайтер я, кстати, нанесла вот сюда в уголок глаза. Посмотрите, как он сияет. Также еще нанесла на кончик носа. В общем-то, все места, где нужно сиять. Посмотрите, какой он сияющий. Мне кажется, ну просто очень красиво получилось. Я немножко даже добавлю. Вот так вот. Еще теней, потому что хайлайтер практически их перекрыло. Две моих находки у Глэмби. Карандаш за 30 гривен и помада за 50. Очень крутые бюджетные находки. Я, кстати, о них снимала видео в ТикТоке. Если не подписаны на мой ТикТок, обязательно подписывайтесь. Там новинки и всякие находки я снимаю прям сразу. Этот карандаш в оттенке 110. Вообще, очень интересная коллекция именно карандашей. Для губ вышла у Глэмби. Ну вот 110 карандаш. Это такой вот, знаете, самый модный коричневый. Я назвала его, знаете, карандаш, за которым приедет Кайли Дженнер в нашу Еву. Оттенок 110. Кстати, в наборе есть точилка. Я уже прям практически сточила этот карандаш. Очень красивый коричневый такой вот оттенок, которым можно увеличить губы. Ну в общем, он очень модный. Вы сейчас увидите, я нанесу на губы и все поймете. Вы только посмотрите на этот оттенок. Он очень мне напоминает оттенок карандаша Ламель в 407 оттенке. Этот карандаш не такой стойкий, он не водостойкий, как Ламель. Но это очень красивый оттенок. И реально я в него влюбилась. И как же он красиво выглядит на губах. Я не закрашивала серединку, потому что туда я нанесу помаду-карандаш, липстик, крейон, это тоже Глэмби, оттенок 08. Он немножко розовее, чем этот оттенок помады, карандаша вернее. И он красиво смотрится именно на центре губ. В общем, это моя такая любимая сейчас комбинация оттенков. Видите, как красиво получается. Мне кажется, не очень сочетается такой оттенок. Он слишком такой холодный. А макияж глаз у меня теплый. Но я просто очень хотела вам показать эту комбинацию, потому что это моя находка. И любимые бюджетные продукты, которые я нашла у Глэмби. Прям мне очень нравится. Можно закрасить карандашом полностью губы. Можно вот на центр нанести этот такой приятный кремовый карандаш помады. В общем, мне очень нравится. Я думаю, что о Глэмби точно буду снимать отдельное видео и расскажу о всех своих находках. То, что я сейчас там себе нашла. Я в полном восторге от этих теней, рассыпчатых пигментов, которые никуда не высыпаются, а очень красиво смотрятся на глазах. И, конечно же, подводки. Подводки – это тоже большой тренд. Цветные подводки – это то, что мне сейчас очень нравится. И мне кажется, что круто использовать вот именно темно-синюю подводку вместо черной классической, которой ко всем привыкли. Синяя дает, мне кажется, какую-то глубину. И глаза становятся ярче, белок становится более такой белый. Очень красивая, выразительная. Еще и матовый финиш. Просто класс. Сегодня буду ходить с таким красивым макияжем, потому что вчера у меня был день рождения. И сегодня пойду праздновать к маме. И с таким вот праздничным как раз макияжем буду отмечать. И вернусь к вам уже в конце этого дня. Посмотрим на всю эту красоту, как все будет держаться. Так что не переключайтесь. Немножко дневного освещения, чтобы показать, как тональный крем, помада и тени смотрятся. Красота. Обожаю делать включение вечером, смотреть на макияж вместе с вами. И что от него осталось. Так. В общем, тени очень хорошо смотрятся. Не скатались. Может быть, чуть-чуть потускнели в уголке глаза. Стрелка тоже на месте. Может быть, слегка где-то там посерединке. И вот здесь вот куда-то там делось. В принципе, смотрится нормально. Губы стерли совсем. Нестойкий этот карандаш. Вот я уже даже масло на губы нанесла. Немножко осыпалась тушь, если посмотреть. Ну, совсем чуть-чуть. Минимально, я бы сказала. Очень хорошо, кстати, смотрится это он. Я думаю, что это комбинация праймера и тонального крема. Я и в маске была. И смотрится он, знаете, как живой. Нос немножко блестит, но я как-то с хайлайтером, наверное, переборщила. Так, в принципе, день прошел хорошо. Маме макияж мой понравился. Так что мы хорошо продолжили отмечать день рождения. Спасибо вам большое. Все ссылки будут внизу. Заходите, ставьте лайк. И очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok